Здравствуйте зрители и посетители канала Кладовая! И сегодня мы с вами поговорим про детский пневматический пистолет ЗМ-23. Начнем наш обзор с того, что классический пистолет поставляется в картонной коробке с пенопластовым уплотнителем и в комплекте имеется набор шариков, а также пистолет. Это, собственно, все из важного, что вы найдете в коробке. Как и предыдущие модели линейки ЗМ, данный пистолет частично изготовлен из металла, частично изготовлен из пластика. С правой стороны на рукоятке вы обнаружите кнопку выброса магазина из пистолета. В данной модели магазин выполнен из пластика и достаточно хорошо фиксируется в рукоятке. У магазина нет нижней фиксации для заправки шариков. Этот нюанс я уже обнаружил после того, как делал обзор на пистолет и когда уже выходил на улицу пострелять из него. Данная модель является первой, у которой есть физический предохранитель. То есть на правой стороне у затвора есть специальный флажок предохранитель. Чтобы выполнить выстрел из пистолета, нужно взвести затвор, нажать на курок и выстрелить. В последних моделях есть уже физический боек. Он не несет никакой физической нагрузки, зато его визуальное присутствие очень приятно для глаза. Наконечник пистолета является металлическим и он откручивается. Для меня все еще загадка зачем, но факт есть фактом. Сейчас я вытащу магазин и заправлю его шариками. Заправлять будем из вот такой вот гранатки. Кстати, крайне удобная штука для хранения и насыпания шариков. У обоймы СМ-23 довольно тугая пружина, поэтому лучшим будет оттягивать пружину и заправлять шарики. То есть просто шарики внутрь заправить без оттягивания пружины будет довольно накладно. Они туда почти не пролазят. В обойму этой модели помещается 10 шариков. Ну а теперь пришло время немного потестировать пистолет. По классике я беру листок А4 и складываю его в два раза. И шарик насквозь вылетает. Теперь пробую сложить его в четыре раза. Как показывает практика, ни один из пистолетов СРИЗМ не пробивает 8 слоев мелованной бумаги. Теперь перейдем к картону. Один слой пробивает запросто. Два слоя уже не хочет. То есть вмятина остается, но не пробивает. Так я попробовал еще несколько раз и убедился в том, что два слоя плотного картона оно все-таки не пробивает. Ну и перейдем к полевым условиям. Я снимал три обзора еще летом в один день, потому была очень тогда ветреная погода. И пострелять особо таки не удалось. Так что показываю то, что есть. Из-за ветра шарики улетали в разные стороны. Но все-таки кое-как удавалось попасть. Поэтому чуть-чуть в конце ролика я покажу, что именно получилось. Собственно, на этом обзор может заканчиваться. Тем, кому понравилось, ставим лайк. Кстати, обзоры я стал делать чуть-чуть короче, дабы не затягивать. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Подписываемся на наш канал. Для его развития это очень важно. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.